Казалось бы, согласно тому, что уже то, что было тут сказано, Тора не поощряет богатство у человека. Человек должен иметь то, что ему необходимо. С другой стороны, мы видим, что были многие, даже мудрецы Торы, которые были очень богаты. Более того, Тора, мы не находим нигде запрет быть богатым. Нигде. Точно так же, как и непожелание быть бедным. И это происходит вне нашей воли. Это не то, что мы выбираем в этом. А сверху устанавливается наша роль в этом мире. И согласно этой роли и средства. Средства – это буду ли я богатый или буду ли я бедный. Надо знать, что наши мудрецы, наши праведники всегда избегали богатства. Они хорошо понимали, что и бедность, и богатство, практически все в мире, помните, учили Рамхаля, все является средством для испытания человека. Он беден, но явно о том, что бедность, она подталкивает человека к близости к Всевышнему, просить, умолять, выклянчивать, вымаливать. Это большое испытание. Но удивительно, мы всегда ищем испытания богатством. На самом деле, испытание бедностью, оно гораздо проще. Поэтому наши праведники, они избегали испытания богатства, создано испытали. То есть, они молились, чтобы им не послали богатство. Не послали. Почему? Потому что испытание богатством, оно очень-очень-очень сложное. Очень сложное. Можно одно слово добавлю, это не наша тема, но, тем не менее, тут для многих может это что-то прояснить. Иногда люди думают, смотрите, все время мы от вас слышим о том, что испытание богатством – это вещь не очень… А вот бедность, давайте поменяемся, дайте мне испытание богатством, все будет нормально. Лет шесть назад, сколько лет? Пять лет назад, был этот большой кризис, который разразился в Америке. Помните, там, это даже великий банк, там, там, Лименбрадоса, они тоже упали. В нашей среде, в религиозной среде, были очень богатые люди, которые, филантропы большие, которые помогали в Израиле многим ишивам, многим людям. Они разорились. Были люди, которые потеряли 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов, миллионов, сотни миллионов долларов люди потеряли. Был, Кеннис, было собрание, где-то через несколько месяцев после того, как это случилось, и когда все поняли размер этого, 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 этой катастрофы экономической, которая произошла в еврейском мире, были семьи, которые дошли буквально от богатства, у них не было заплатить за обед. Тут, в Иерусалиме, был, 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 как бы, Кеннис, съезд. Приехали многие люди из Америки, из Англии, из местных, люди были, которые чуть выплыли, которые вообще все потеряли, разные все были люди. Пригласили Равштейна, приходится говорить, Арнольд Лейпштейноман, он приехал, кто знает его, этот человек, Эмет, 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 это человек правды, и он никогда ни вправо, ни влево скажет то, что есть. Что он там сказал? Сказал, вас наверняка интересует вопрос, как может быть? Посмотрите, мы, смотрите, вокруг себя, посмотрите, все синагоги, ищи вы, кто, 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 ведь государство дает 0,01%, насколько оно все это делает. Все это существует, здание тут, и здание, ищи вы тут, и свет тут, и еда у учеников, это все трумот, это все пожертвования. Мы сдавали столько много денег, вы спрашиваете вопрос, как может быть, что вот заплатил нам Всевышний за это тем, что мы разорились? Говорит, этот вопрос очень хороший, но ответ на него у нас написан в Талмуде, и мы не можем его изменить. Твет, он очень простой. Человек, который с какой-то определенной суммой, он должен по закону отделить маасер. Маасер – это десятину, десять процентов. Теперь человек зарабатывает оврех. Оврех, сколько у него есть? Три тысячи шекелей, четыре тысячи шекелей? Вы знаете, что нет одного овреха, который не отделяет маасер? Ну, найдите человека богатого, который зарабатывает. Сто миллионов долларов он дал в том году, когда он заработал сто миллионов. Ну, сколько, десять процентов? Десять миллионов долларов. Вы дали, вы дали десять миллионов долларов? Все они имели. Кто десять миллионов? Нет, это был часу. Попробуй оторвать это от себя. Смотрите, я даю. Я даю. Тут тысячу, тут пятьдесят тысяч. Этому даже сто тысяч дал. Туда, это, то. Ну, посчитайте, сколько вы дошли до маасера. Маасер – это если человек, он… Есть люди действительно богатые. У кого большой оборот, и идёт хорошо, что называется, сделки хорошие порой. Порой люди зарабатывают по сто тысяч, по сто миллионов, сто миллионов они могут заработать в год. Ну, так вы, вы, десять, вы заплатили, вы, вы, вы заплатили, вы отделили эти десять, они же не ваши. Мы же знаем, что всё, что Творец посылает, это все, 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 все деньги не наши, которые мы зарабатываем. А Творец говорит, смотрите, ну, 10% об этом не спорит. Возьмите 90%, возьмите 90%, я вам говорю, в 90%, но 10% – это же не ваши, так отдайте людям, бедным, тем, которые через вас я послал всем остальным. Испытание богатством, оно колоссальное, оно колоссальное. Поэтому нам просто говорить об этом, но когда человек действительно, он вдруг получает обладание деньгами, средствами, и всё в голове меняется, все вот эти пропорции, они начинают меняться. Во-первых, у нас, у нас простых людей, у нас меняется пропорция. Вот смотрите, мы идём по улице, человек просит деньги, какой-то, бедняк, какой-то просит деньги. Естественно, в голову, он наверняка не бедняк, он наверняка, там, у него, там, миллион, а это сказать, он богаче меня, и меня просит деньги. Это первая мысль, которая у нас есть, очень хорошо. Теперь, сколько мы ему дадим? Шекель. Да, один шекель, да, ему дадим, я фейму. Скажите, это много или мало? Ну, ничего себе, это приличная сумма. Это не полшекеля, это шекель я ему ещё дал. Ещё подумали, может быть, я бы ещё нашёл бы половинку, да, дал половинку, нет, дал шекель, то дал шекель, а фейму. Зашёл в магазинчик, купил себе то, купил себе это, смотрю, заплатил 80 шекелей, даже не обратил внимания, что заплатил на что-то. Понимаете? А с того, что касается меня, мелочёвка, там, 50 шекелей, 60 шекелей. Как только, кажется, дать сдаку? Что? Шекель? Хватит ему полшекеля. Когда человек зарабатывает большую сумму, когда зарабатывает, он зарабатывает не 100 миллионов. Человек заработал, я знаю, 100 тысяч. А отделить от этого сумму, которая ему кажется, от 100 тысяч, отделить ему 10 тысяч, это много. Вы работали, я работал. Поэтому не спрашивайте, почему есть люди, которые давали пожертвования, и при этом они потеряли так много. Так он им ответил. Естественно, что у него были и другие ответы, сказать, но надо знать, это все искали утешения, все искали, что это не так, и в Ратышем будет благословение, что вы снова разбогатеть. Он сказал, так оно как есть, истинно, правда. Испытание богатством, ну, все говорят, а-а-а, испытание богатством, это сложно. Почему человек становится богатым? Не будем сейчас, вот сейчас, сейчас дойдем до этого. Вот тут прямо это описано. Прямо это описано. Так или иначе, человек должен быть богатым, человек может быть богатым, не запрещено. Но только тогда, когда Творец дает ему, сейчас увидим, а когда он не захочет давать ему, он никогда не будет богатым, он станет за бедным. Все, что предопределено, так и у человека будет. К чему мы должны стремиться, это основной вопрос. Кем мы будем, у нас, это не в нашей власти. А куда, к чему мы будем стремиться, ведь все вертится вокруг желания сердца, верно? То, что вот это вот, то, что в сердце, это единственное, что осуществляется. Что же мы, что же мы, что же мы должны искать в сердце? Что же мы, что же намерник, который должно быть? Человек должен искать, что называется, средний достаток. Он не должен себя доводить и свою семью до бедности. Иди работай, дорабатывай, ищи средства пропитания. А с другой стороны, столько времени, сколько эти средства пропитания, они у человека есть. И он обеспечивает свою семью, ему не надо обеспечивать всех остальных вокруг их и так далее. Это все остальное время нужно посвятить истинному достатку, то есть истинному заработку, который есть. А что за истинный заработок, который есть в мире? Я надеюсь, все знают. То, что мы зарабатываем тут, это мы съедаем, или куда-то это выбрасывается, это ничего не остается. Человек заработал, работал целый месяц, заработал там 10 тысяч. Куда оно ушло называется? 10 тысяч ушло. Следующий месяц снова ушло. Все уходит. Нету, 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 нету. А что остается? Если мы будем продолжать и хотеть зарабатывать и больше, 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 ничего не останется вечного, ничего не останется для грядущего мира, ничего не останется. Знаете, все знают эту историю, расскажут ее снова. Она очень-очень-очень-очень поучительная и важная, рассказывают с разными персонажами. А в таком уровне, в другом уровне, кто-то слышал, что это произошло с Высоцким. Знаете, есть чай Высоцкий, слышали все. Он выходил точно так же, как и Бродский. У Бродского был сахар, а у Высоцкого был чай. Было два еврея. Были очень богатые евреи, у которых были большие заводы. Работали много тысяч людей у них на заводе. Рассказывают, как к Высоцкому приехал увидеть его завод, он был передовой. Царь, сам царь, пришел навестить. Я не знаю, если это была история с ним или с другим, снова извиняюсь, но это не суть важна. Она произошла, и она могла произойти. И вот спрашивает царь у господина Высоцкого, он был, так сказать, удивлен, вдохновлен тем, что он увидел. Спрашивает, ну, сколько Вы заработали, а, товарищ Высоцкий? Господин Высоцкий, тогда еще не был товарища. И он прикинул и говорит, ну, где-то миллионов три, пять даже. Я сказал, пять миллионов, пять миллионов, то он и я. Через две недели он получает приглашение в Петербург навстречу с самим царем. То перепугался, едет навстречу с самим царем, приезжает к нему, приходит к нему, что царь ему предложит, открывает дверь, заходит, а царь, ты обманщик, ты идешь в тюрьму. Он перепугался, говорит, за обман царя самое строгое наказание. Будешь сидеть всю жизнь на каторге. Он говорит, что я сделал, что произошло? Я попросил моих помощников, они выяснили, каково это состояние. Твое состояние, оно 50 миллионов. А ты мне сказал, что у тебя есть 5 миллионов на каторгу. Он говорит, милостливый царь, дайте мне хоть одно слово сказать. Говори. Говори, что не понимаете. Вы говорите, что эти 50 миллионов мои. Вы меня спросили, каковы твои доходы. Что ты заработал, что твое? Я действительно имею на счетах 50 миллионов. Но они не мои. И доказательство этому. Пожалуйста, вот царь забирает у меня. Меня отсылает на каторгу. А кого отсылает на каторгу? Автоматически все мущества переходят к царю. Они все равно не мои. Я всегда знал и до этого. Ничего не мое. Вы даже можете жизнь у меня забрать. Даже жизнь мне не принадлежит. У меня ничего нет. Но у меня что-то есть. У меня есть то, что никто не может забрать. Я веду строгий учет. За все время, с тех пор, как я разбогател, я веду карточку, где я записываю мои пожертвования. И я точно знаю, сколько я дал. Так вот, за всю мою жизнь я дал 5 миллионов рублей. Я раздал бедным. Помогал всем остальным. Кто-то может у меня это забрать. Вы меня спросили, что мое. Это единственное, что есть у меня. Все остальное не мое. Все остальное у меня пришло, ушло. Видите, сейчас придете, все заберете. Это не мои деньги. Походится в банк. Это правильный взгляд на испытание богатства. Так вот, пишет, снова давайте прочтем, что говорит нам Хабейн-Ибахья. Говорит, способность истинной полностью полагаться на Бога выражается здесь в том, чтобы человек занимался именно тем из всего перечисленного, что приготовил ему творец для удовлетворения его нужды пропитания и получил бы столько, сколько нужно ему из блага этого мира. То есть, снова, тут есть определение, оно важное, что мы должны искать только то, что Творец приготовил ему для удовлетворения его нужды пропитания и получил бы столько, сколько нужно ему из блага этого мира. Не больше. Не больше. Не стремиться к большему. То есть, все, что нам... А если пошлют нам больше, сейчас дальше пойдем, то это тем более надо использовать на это благо. А в принципе стремиться к то, что называется средний уровень, принятый в том месте, где человек живет. Живете в определенном месте, в определенном обществе, приблизительно средний экономический уровень, он Х, значит, к нему надо стремиться. Но выше этого, по-видимому, даже сейчас дальше скажем, что если Творец захочет, получится. Не захочет, ничего не получится. Продолжайте. Вот тут вот сейчас проясняется, вот как бы вот... А как люди богатеют? Или как? Они пытаются разбогатеть, у них не получается. И говорит Робейну Бахья, «Если же Творец своим решением уделить человеку сверх этого, то это будет дано ему без труда и тяжких усилий. Если только он будет полагаться на Бога в том, что касается добавки. И ему не следует умножать ради нее своих усилий и стараний, и он не должен полагаться на них своему сердцу». Вполне возможно, что по божественному плану определенному человеку полагается богатство. Почему полагается? По самым разным причинам. Иногда из-за внука. От кто-то даже не знает. Или еще в какой-то причине. От зятей. Самых разных причин. Мы не знаем. Там сверху видно, так как нету прошлого, будущего, настоящего. То и понятно, кому что нужно. Так вот, если же Творец своим решением уделит человеку сверх этого, то это будет дано ему без труда. Без труда. И без тяжких усилий. Если только он будет полагаться на Бога в том, что касается этой добавки. Ему не следует умножать вряд ли своих усилий и стараний. То есть, когда Творец хочет, чтобы человек разбогател, то выше средней нормы, то это называется пошло, 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 пошло. Интересное дело поговорить с людьми, которые разбогатели. Я многих таких не знаю. Но из тех, которые знаю, приблизительно одинаковую историю все рассказывают. Что каким-то образом, как они говорят, пошло. Один сказал, было тяжело только заработать первый миллион. А потом все пошло. Все пошло. Что, что, что пошло. Человек практически не делал никаких усилий для того, чтобы разбогатеть. И почему-то каждая сделка, она приносила какой-то доход. Гораздо больше, чем можно было это предполагать. Прямо таких людей знаю, лично с ними говорил, видел прямо перед своими глазами. Вам уже упоминали братьев Райхманов, одним из самых богатых людей в свое время, перед тем, как они разорвались, имели очень богатые люди в мире. Так и их спросили, как они добились этого. Они же были эмигрантами из Венгрии, убежали. Он был учителем в Марокко. Вот единственное место, где он нашел, что просто какая-то поддержка его семьи была. А потом уехали в Канаду, начали заняться бизнесом. И вдруг, в течение нескольких лет, там в течение 10 лет, вдруг они выросли, стали большими миллионерами, миллиардерами даже. Вот спросили, как ты это всего добился? Это просто колоссальный успех. Он ответил, что, вы говорите, от меня зависит 95%, по-русски назовем это везение, да, мозаль, и 5% моего таланта, моих мыслей. Притом он добавил, говорит, если бы у меня этих мыслей и ума было меньше, наверняка был бы богаче. Человек честный. Он понимал, что все это пришло не из-за того, что так, не из-за того, что так. Кто-то мне сказал статистику, что в Израиле каждый год приблизительно есть 100 новых предпринимательств, которые начинаются. Старт-тап. Типа стартап, да, из них только 5 продолжают и выживают. Они все были никчемные, вот те, которые упали. Я лично знаю пример перед моими глазами близкого мне человека, гениального человека, гениальный человек совершенно, который начал свой стартап, который его осуществил, который имел возможность стать, по-видимому, если бы это преуспело, скорее всего, не миллионерам, а миллиардерам. Это касалось такого самого сложного бизнеса авиационной промышленности. То есть основная, как бы, основная часть, которая обсчитывает все вот это, то, что касается аэродинамики самолетов и все, что вокруг этого, что-то новое совершенно, слово, новый подход, совершенно это все. Просто это должно было захватить явно весь мир. Они должны были сразу бы взять эту идею, сразу бы ее внедрить, и сразу бы все бы ее хотели. Так он думал, я тоже так думал. На практике оказалось просто что-то удивительное. В каждом месте, куда он пошел. Неважно, то ли это был Боинг, Аэробус, или это было там китайцы, или даже это советская бывшая промышленность, которая есть. Была какая-то другая причина, которая не была связана вообще с идеями о прогрессе научном и техническом, которая просто все это дело зарезала на корни. Просто на корни. Не пошло. Это была просто полная фиаско. Как это могло быть? Люди там, так сказать, финансировали это, выложили несколько миллионов. Ничего не пошло. С другой стороны, есть один человек, который тоже лично его знает. Он не гениален. Вот тот гениален. Он не просто гениален. Он имеет, он, я знаю, член-корреспондент, он доктор, все, что можно, только статьи бесчисленные, которые есть. Гениальный человек. Соответственно, сделал гениальную вещь. Не пошло. Человек, который не гениальный. Минус. И вот там вот что-то сделал, это сделал, это сделал, это сделал, это смотришь через стартап. Продал. Разве знаете, когда-то любят это начать, развивать идею, практически ее осуществить и продать ее. Вдруг оказалось, что он попал, называется, в тренд. И это он продал там за несколько миллионов. Человек из ничего. Вдруг стал миллионером. Но если творец не принимал решение об упомянутой добавке, тогда, если даже будут все небесные земные творения стараться прибавить ему, они не смогут сделать этого никаким образом, никакими путями и средствами. И когда он будет полагаться во всем этом на Бога, он обратет сердечный покой, душевное блаженство, знает, что не минует его, не минует его положение ему и не будет отдано никому другому, а дойдет на него не раньше, не позже, что следует. Это уже вывод. Но вот две ситуации, которые не есть, человек должен знать. Оно более конкретно. Снова подведем итог. Людей это очень интересует, эта тема, как стать богатым. Но не как стать богатым, как в мире принято. У него есть книги, примеры, пожалуй. А как по Торе? Как по Торе? Как стали богатыми наши, я знаю, праведники, мудрецы иногда. Большинство бедных. И даже когда попадало им на следствие какое-то, быстро его разоряли, чтобы не искушать себя, не испытывать себя. Рецепт он простой, по Торе. Никто не знает свою судьбу. Может быть, может быть. Мне положено быть богатым, я не знаю. Может быть, мне положено быть бедным, я тоже не знаю. Как мы сказали, что нужно, к чему стремиться? Нужно стремиться к среднему уровню достатка, который есть. Ну, человеку хочется, а может быть, все-таки, я не знаю, может быть, на мою долю Всевышний он хочет все-таки больше дать. А можно попробовать? Можно. Попробуйте. Попробуйте. Вот только тут надо знать, что когда мы пробуем, все зависит не от моих усилий, не от моего усердия, не от моего ума, не все, что я сделаю, а всего же на ребенке жилома. Я попробую от себя. Я от себя попробую. то, что от меня требуется. Если мне положено разбогатеть, значит, вот это усилие, которое я буду сделать, они должны принести мне повышение в зарплате или повышение в доходах и так далее, богатство в конечном итоге. Но при этом я знаю хорошо, что мне не нужно делать никаких сумасшедших усилий для этого. Не нужно. Если мне полагается это, то я это получу без труда, без тяжких усилий. Слышите, что тут написано? То есть с усилиями, но без тяжких усилий. Не по 17 часов в сутки. А, я все, если я не буду работать с утра до ночи, ничего не получится у меня. Вовсе нет. Вовсе нет. Что мне полагается, я полагаю. Только сделаю усилие. Видишь, что сделал усилие. И ничего не получается, Зо, это не твое. Но что это подобное? Многие люди мечтают и фантазируют разбогатеть посредством выигрыша в лото. Теперь, сколько таких фантазеров есть? По-видимому, столько, сколько есть миллионов в розыгрыше, столько есть и фантазеров. Все готовы, надо сказать, за фантазию приятного ощущения, что он вот-вот сейчас станет миллионером, он готов заплатить небольшую сумму. Приятно. И вот как-то кто-то один выигрывает. Остальные миллионы проигрывают. Можно играть в лото? Есть тут какой-то то-то, то-то нельзя, потому что это там всякие азартные игры, азартные игры нельзя. А интересная вещь, в лото можно играть. А розыгрыш, он честный, он никого тут не... Если все делается честно, можно играть. Как по-еврейски? Как играет в лото по-еврейски? Интересный вопрос, нет? Как играет в лото по-еврейски? Пошел человек, так, вау, приз сколько? 50 миллионов, вау, 50 миллионов, купил билет, заполнил, сколько там, па-па-па-па-па-па, не, второй билет, не, давай третий, надо повысить вероятность, повысим вероятность. Это называется безбожник. Называется человек, неверующий человек, и знает, может, прикольно. Энажга, хаташ. Человек должен знать, кто устанавливает, от кого все это приходит. Приходите вычнику. Если он заполнил даже два этих самых, два, он уже не... один, все, минимум. И не надо повторять два раза. Причем это, когда это, сколько раз можно сделать? Один раз в год. За какой? Один раз в год. Если тебе в рожа жена установили, на, 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 установили, судьбу в этом году разбогатеет, то я получу с первого раза с одного, с одного, с одного набора, который то есть. Попробовал, не получилось, все, не надо больше пробовать. Это уже, это уже, это уже чуть-чуть кфира. Это уже не, не вери. Нет в этом уже понимания, что Творец управляет миром, а не человек сам. Творец управляет, а не человек сам. Творец управляет, а не человек сам. Творец управляет,